И раз уж мы заговорили сегодня про снег, то, Ксюш, скоро будем кутать не только в себя в шубы, но и в свои авто. Да уж, и что помимо портативного гаража купить на зиму для своего автомобиля и вообще надо ли что-то покупать, мы узнаем у нашего гостя Денис Юг, хозяин одной из автомастерских в Мирном. Денис, доброе утро. Доброе утро. Ну, первый вопрос мы уже задали. Стоит ли вообще запасаться гаражанам теплыми вот этими вот огромными одеялами, гаражами, которые люди называют Наташами? Ну, все по-разному. Я бы лучше поставил жидкостный подогрев двигателя. Гараж он неудобен, девушки вот собирают его, в багажник пихают бедные, аж жалко. Но зато физкультура. Возможно. Ну, а бинар Вибаста, через приложение все устанавливаешь, пока чай дома пьешь, уже все прогрето, выходишь только. Даже можно завести с сигнализацией. Я не знала, что такое Вибаста до этого дня. Очень красивое слово Вибаста, но теперь, благодаря нашему гостю, мы знаем, что это такое. А вообще, что нужно сделать первым делом, как подготовить машину? С чего начать? Ну, первым делом надо залить хорошее масло синтетическое в двигатели, в мосты, в раздатки, в коробки. Проверить, фильтр воздушный поменять, салонный поменять. Проверить аккумулятор, чтобы был нормальный. Ну, как бы, если нет, то зарядить. Укутать перед машиной облицовку, утеплить в моторный отсек, войлок положить, поменять шины. Ну, да, то есть к зиме нужно готовиться тщательно, как говорится, и обувь, и шубу, и шапку, и варежки. Все, чтобы было заранее, самое главное. А вот мы видим зимой иногда такие истории, когда провода и подключен к автомобилю, и куда-то этот провод ведет, видимо, в квартиру. Вообще, что это такое, и почему так люди делают? Ну, это тоже, как бы, самый дешевый вариант. Получается, они недорогие, электроподогревы. Ну, если сделать, как бы, кабель нормальный, то оно безопасно. А вот если домашний удлинитель, и там, 3 киловатта тянет, то это очень опасно. Ну, и надо тянуть провода, если на 8-й, на 9-й этаж, вы представляете, сколько? Ну, а что еще не нужно делать? Не нужно ездить зимой. Вообще, вообще на севере не очень в этом смысле, да, с машиной. Достаточно такая сложная история. Ну, если нет, если нет теплого гаража, то вообще есть ли, ну, то есть какая-то... Насколько это сложно зимой содержать вот в такие серьезные минусовые температуры машину? Ну, тут, в принципе, только хорошее масло и подогрев, и аккумулятор. Ну, как 3 вещи основных, чтобы завести в мороз. Ну, а так, ну, не очень сложно. Для меня, вот, допустим, не сложно, потому что я постоянно в этом каждый день. Ну, поднял, посмотрел, что надо, поменял как-то, даже без заморочек. Вы, как владелец автосервиса, зимой с какими сталкиваетесь сложностями? Насколько вообще, так скажем, какая, какие проблемы бывают у автолюбителей зимой? Чаще всего. Ну, чаще всего это рвутся пыльники на шрузах, на шаровых от мороза. Ну, вот так масло вот себе меняют осенью в основном. Таких нет серьезных. То есть сейчас уже нужно менять масло? Ну, да, к холодам. Ну, давайте вот составим какой-то список, да, с чего начинать. Получается, мы приобретаем хорошее масло. Да, синтетическое. Снимаем его. Второй шаг, что мы делаем? Фильтр воздушный, салонный. Проверяем аккумулятор, утепляем машину. Можно наклеить лобовое второе стекло. Это будет значительно теплее в автомобиле. Проверить работу котла. Лучше всего ходим пешком. Ну, не всегда пешком, можно далеко уйти. Если машина зимует на улице, то есть хозяин не будет пользоваться, как законсервировать машину? Ну, это надо будет отключить аккумулятор, убрать, снять с машины. Приспустить маленько колеса, давление в колесах, в шинах, и поставить ее на пеньки, козелки, донкраты. А это зачем нужно? Ну, чтобы разгрузка была, не нагрузка на детали. Мне кажется, ни разу не видела, чтобы так делали. Обычно просто раздавляют, да? Ну, это раздавляют, нужно делать. А если вот так вот оставить просто машину на зиму, ничего ему не будет? Ну, на зиму, вы же знаете, снег выпадет, дети начнут прыгать, скакать. Ну, конечно же, укрыть ее надо. Каким-то чехлом или брезентом. А лучше к товарищу в гараж. Ну, давайте подытожим, озвучим такой чек-лист. Как подготовиться? Получается, в первую очередь мы приобретаем и меняем масла. В вторую очередь проверяем аккумулятор, если нужно, заряжаем его. В третью фильтра воздушный, салонный. В четвертую утепляем. Облицовку утепляем спереди, чтобы не продувал холод, радиатор. Не охлаждался двигатель, было тепло в салоне. И в мотор кидаем войлок над двигателем, чтобы тепло не уходило. Но тоже, чтобы все это в кучке, в совокупности получается тепло. Двигатель не остывает. Денис, спасибо вам за советы. Спасибо, что к нам пришли сегодня утром. Пожалуйста. Спасибо большое. Надеюсь, что нашим зрителям тоже было полезно узнать, как подготовить свою машину, свою любимую машину к зимнему сезону. От тебя хочу добавить пятый пункт этого чек-листа. Копите деньги на теплый гараж. КОНЕЦ